Уроженец Батаревского района Семен Макаров был настоящим героем. Участвовал в гражданской и советско-финской войнах. В Великую Отечественную дошел до Берлина, где в одном из боев был тяжело контужен. Так случилось, что заслуженную награду сам он так и не получил. Документы на орден Красной Звезды родственникам фронтовика вручили в Республиканской военкомате через 72 года после Великой Победы. От имени Министерства обороны Российской Федерации уполномочен вручить вам этот орден. Получается удостоверение к награде. То есть это официальный документ, по которому он будет храниться у вас и передаваться поколение в поколение, что ваш отец был награжден за мужество и героинство. Ксении Макаровой не было и года, когда отец ушел на фронт добровольцам. А после войны она так его и не увидела. Остались лишь добрые воспоминания мамы. В шестом классе я начала искать отца. Ходила все время, каждые три месяца в военкомат Баттерский. Хорошо принимали, конечно. Все время сказали, как появится, так и сообщим. Ну вот, я ждала до сих пор. Наконец этот долгожданный день наступил. Ксения Семеновна с волнением рассматривает наградные документы и торопится сказать слова благодарности сотрудникам военкомата. Они путем долгих переписок с архивами по крупицам собирали сведения много лет. Это тяжелый, но благодарный труд. Ведь они вернули родственникам их героя. Неоднократно был награжден орденами и медалями. Был контужен. Он был награжден за особые заслуги перед Советским Союзом в разгроме фашистской Германии орденом Красной Звезды. Эта награда была ему не вручена. Поэтому мы искали, по архивным данным нашли. Была большая надежда, что вместе с документами отца в военкомате или архиве найдется хотя бы одна его фотография. Везде куком ходила, но нигде не было. Хоть одним глазом, хоть карточку посмотреть. Даже карточки нет у меня. Сегодняшний день, конечно, очень тяжело. Хоть бы одним глазом посмотреть. Будем искать, пообещали на прощание в военкомате. Родион Архипов, Александр Петров, Республика. Около 6 тысяч жителей республики получили компенсацию части затрат на проезд в общественном транспорте. Общая сумма за первый квартал превысила 2 миллиона рублей. Напомним, что с этого года изменился механизм предоставления льгот. Теперь сумма начисляется по факту проезда. Размер компенсации составляет 20% стоимости проездного билета, но не более 150 рублей. Компенсации перечислены на лицевые счета, открытые в кредитных организациях и через отделение почтовой связи. Для получения компенсации нужно обращаться в отдел социальной защиты населения по месту.